Всем привет! Сегодня 27 февраля, у нас плюс 20, погодка замечательная, и сегодня у нас экстренное включение. Последний год мы все привыкли жить, преодолевая сложности на своем пути, и эти сложности и не думают останавливаться. И вот подъехал новый пакет санкций, что же изменилось теперь, я расскажу тебе в сегодняшнем видео. Ты на канале Turkey Space, меня зовут Владимир. Погнали! 24 февраля 2023 года США ввел санкции против 11 финансовых организаций, и еще 4 банка попали под санкции Великобритании. Ряд этих банков выпускал карты UnionPay, которые, в отличие от карт Visa и MasterCard, продолжали по-прежнему работать за границей. И вот в течение дня все они по СМС уведомили клиентов о возможных проблемах с оплатой и снятием наличных. А МТС, Банк, Зенит, Урал, Сипы, Банк Приморье, Банк Санкт-Петербург даже выпустили пресс-релизы в соцсетях по этому поводу. Банки рекомендовали своим клиентам на время приостановить переводы в валюте, обновить приложения и не удалять их со своих телефонов. А своим клиентам, находящимся за границей, они рекомендовали как можно скорее снять необходимый запас наличных с карт. Банк Приморье и вовсе обнулил комиссию за снятие наличных со своих карт за границей и повысил лимиты снятия до максимума. Блокировки же начались уже в субботу вечером. И о проблемах с оплатой и снятием наличных уже сообщают держатели карты UnionPay от МТС Банка, Банка Приморье и Урал Сипбанк. Владельцы карт от банков Санкт-Петербург и Зенит тоже столкнулись с отказами в выдаче наличных и проведении транзакций. При этом в России карты UnionPay все еще выдают как минимум несколько банков. Среди них Газпромбанк, Почтобанк и Банк Солидарность. Держатели карт UnionPay от Газпромбанк и Почтобанк, находящиеся на Кипре и Бали, сообщают, что никаких проблем с работой этих карт на данный момент не наблюдается. Вслед за США и Великобританией вечером 25 февраля сообщил о новых санкциях и Евросоюз. В 10-й пакет санкций Евросоюза попало 3 российских банка. Это Банк Тинькофф, Альфа-Банк и Росбанк. Но эти банки заверяют, что санкции никак не повлияют на их работу, обслуживание карт, тарифы и переводы. В Тинькофф Инвестициях сообщили, что готовились к этому заблаговременно и приведут активы своих клиентов в другую неподсанкционную организацию. И произойдет это для клиентов незаметно, так сказать, бесшовно. Сейчас процитирую вам Тинькофф Банк, так сказать, приведу прямую речь. «Мы подготовились к любым возможным событиям и разработали инфраструктурное решение, которое позволит в течение 1-3 недель бесшовно для клиентов перевести активы в новую неподсанкционную компанию. Все привычные инвестиционные инструменты, сервисы будут работать в полном объеме и будут доступны в приложении Тинькофф Инвестиции», — говорится в телеграм-канале брокера. Ну и на сегодняшний день пока с банка Тинькофф получается переводить деньги за границу по номеру IBAN через золотую корону. В банке же Санкт-Петербурге без санкций все эти переводы за границу работали криво-косо все время и спокон веков, так что, я думаю, это тоже не повлияло на их работу. И таким образом получается, что из всех распространенных банков в России под санкции не попал пока что только Райфайзенбанк. Но несмотря на то, что Тинькофф заблаговременно ко всему готовился, по их заверениям, еще одну новость буквально вот она несколько минут назад вышла, Тинькофф Инвестиции заявляет, что они временно приостанавливают торговлю иностранными ценными бумагами, несмотря на то, что они готовились, а также с 27 февраля, то есть день, когда это видео записывается, будут приостановлены торги евро-евро, исключены из перечня ликвидных инструментов, заявляет Тинькофф. Расскажите в комментариях, у вас работают карты Тинькоффа, ТС-банка и вообще карты UnionPay, в том числе на перевод и вывод денег за рубеж. Ну и раз ты там уже внизу, можешь сразу подписаться на канал, тебе не сложно, нам приятно. Связь с нами можно вести через комментарий или почту, указанную под видео. Также, если тебе нужна помощь в поиске квартиры, можешь заходить на наш сайт, обнял-поднял и немножко грустнул, чтобы было приятно. Всем пока!